Всем привет, господа нажиманы, герой сегодняшнего обзора, нож от окаменевших рыб модели P06, он же носорог. Наткнулся недавно на его обзор на ютюбе, который называется супер новинка от каменных рыб. Ну, уже далеко не новинка в моем-то исполнении, но я бы не сказал, что супер. Не, нож как бы хорош, в общем я скажу про него так, все бы ничего, если бы не одно но. Какое? Смотрим. Смотреть начинаем, как обычно, с рукояти. Ну и рукоять здесь ничем не примечательна, я имею ввиду, конечно же, по конструктиву. Это два стальных лайнера, две накладки, все это дело разделено бэкспейсером. Лайнеры выкрашены в черный цвет, накладки сделаны из микарты, тут надо похвалить каменных рыб, сделанные из микарты очень приятные и очень правильные. В меру мягкой, в меру теплой, в меру твердой. В общем, не перелили лаком и не недолили. И микарты, надо сказать, что еще и текстурированный, что редко встретишь на микартовой накладке. Как ни крути, а здесь есть не только видимая глазу ромбовидная текстура, но и ощущаемая руками. Да, она, конечно же, не агрессивная, не ярко выраженная, я бы даже сказал, может быть, еле ощущаемая, но она такова и есть. Из этой же микарты вроде бы как должен быть сделан бэкспейсер. Хотя мне почему-то кажется, что бэкспейсер на таких ножах сделан всегда из G10. Но это не суть. Суть в том, что на бэкспейсере есть вот такие вот две глубокие насечки, ну их типа как бы пять, ну две группы, да, насечек, которые здесь сделаны чисто для сбора грязи с пальцев. Потому что эти насечки, ну или для внешнего вида, потому что они не ощущаются никак, ни в каком из хвата. Ни в таком, ни в обратном, в котором вроде бы как они должны играть какую-то роль для улучшения сцепления большого пальца именно с навершием на рукоять. Но зато хочу сказать, что очень хорошо в обратном хвате на это самое навершие ложится с этим самым большим пальцем. Бэкспейсер вместе с лайнерами и с накладками является носителем темлячного отверстия. И здесь надо прям закинуть большой респект и уважуху каменным рыбам темлячным отверстием с обработанными краями. Такое редко встречено, на каких ножах даже более премиального класса. Посмотрите, снята аккуратная мелкая фасочка. Не сразу это замечаешь, но есть. Рядом с темлячным отверстием есть клипса для ношения ножа на кармане. Ну и клипса тут, скажем так, прямо-таки оригинального дизайна. С вот таким вот сильно подстернутым острым кончиком для лучшей посадки на карман. Довольно-таки прям упругая, жестковатая. Очень хорошо держит нож на кармане. За счет кончика хорошо сажает нож на карман. И при этом казалось бы, что клипса такой формы будет врезаться в руку при хватах. Но нет, ты ее абсолютно никак не чувствуешь руками. И здесь даже заслуга не самой клипса, а заслуга довольно широкой части рукояти. Вот как раз-таки в области ее кончика. К широкой рукояти мы еще вернемся. А пока посмотрите на остальные части этой самой рукояти. На то, как сделан замок, нету никаких насечек. Есть вот такое углубление зализанное для доступа к этому углублению на противоположной плашке, лайнере. В общем, на противоположной стороне есть выборка. Ну и вот так вот он становится на начало пятые клинка. Перед нами флиппер, который открывается с помощью плавника. На плавнике есть насечка. Насечка, я бы даже сказал, не то, чтобы не агрессивная, а абсолютно не цепкая. Точно такая же, как насечка на бэкспейсе. Но, несмотря на это, нож открыть возможно. Открывается он без проблем. Также без проблем закрывается. Ну, механика, как вы видите, вполне себе годная. Может быть, да, он не складывается под своим весом. Но я сейчас затянул осевой винт на этом ноже. Можно сказать, что до талого. Зато и никаких люфтов стоит, как влитой. Ну, механика такая годная, конечно, благодаря тому, что нож сделан на подшипниках. Подшипники керамические. Точно такие же, каковым керамическим является шарик. Это там-то на замке лайнер-лог. Нож, как вы видите, не маленький. Вполне себе прям такой полноразмерный. Ну, полноразмерный. Полных размеров, конечно же, в соответствии с законодательством большинства стран, чтобы этот нож продавать. 89 миллиметров длина клинка этого ножа, 204 миллиметра. Общая его длина весит, он при этом 121 грамм. Да, не такой легкий, как мог бы быть, но и, в общем-то, не дешевый. Средний вес. Средний вес при хороших размерах. Ну и, собственно, клинок этого самого носорога. Ну, вот так вот посмотрите на профиль этого ножа. Вы теперь понимаете, почему он называется носорог. Очень-очень похож. Как клинком, так рукоятью. Создает аллюзию с этим животным. Ну и очень-очень разнится с носорогом. Потому что задача носорожьего рука как-то так. Все больше подвздевать противника, а этот все больше лучше режет. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. И на то есть, господа нажиманы, весомые причины. Опять же, геометрия. Геометрия, которая как нельзя, которая не очень универсальна. Уже повторяюсь, не в первом ноже вот такого вот восточного типа. Не очень может быть подходящая для многозадачности. Но очень хорошо подходящая для выполнения прямых задач ножа. А именно, вкусно, агрессивно, легко резать. Даже несмотря на толщину клинка этого ножа 3,5 мм. Ну а потому, что ярко выраженная режущая брюхо с вздернутым кончиком спуски от обуха. Широкий, довольно-таки широкий клинок. Который, ну, прямо-таки режущим весьма сведением заканчивается. 0,5 мм, потом на всем брюшке 0,4 мм. Если присмотритесь, это видно по чуть-чуть, еле заметно, изменяющейся ширине подвода. И 0,4 мм, который опять выходит 0,5 мм на кончике. Самое главное, что именно в своей самой эффективной части, ну уж имея относительно тонкое сведение. И поэтому просто безумно божественно режет. Таких ножей у меня 3 сейчас на руках. Один немой, Ганза дочки. Второй вот этот и, собственно говоря, третий опять же от каменных рыб. Вот такой вот красавчик. Еще более крупный, еще более интересный ножик. Ну и вы скажете, что ж тебе надо, собака? Что не так? Вроде так нахвалил нож, хорошо сделанный, хорошие материалы. Из К-110, кстати, сделанный клинок. Красивый, симпатичный. С таким вот таким вот интересным долом. А, ребят, все дело в рукояти. Вообще никак не влёг в руку. И мне кажется, вообще дико безумная, неудобная рукоять. Вот прямо так, с прямо вот такими вот эпитетами. Я... Нет, в этой части, в передней все хорошо. Есть подпальцевая выемка, тут стоит плавничок. И выемка не глубокая, как мне нравится. Дальше идет вроде бы как эргономическое расширение. Ну а дальше идет вот такое вот, не знаю, кому пришло мысль сделать вот такую вот каплю. Идет вот черти знает что вот в виде такой капли, которая создает прямо наиотвратительнейшие ощущения всей руке. Потому что у меня в руке он чувствуется только вот двумя пальцами. И вот, ну, как бы по ощущениям, как будто я взял, не знаю, какую-то грушу. Какую-то грушу. Потому что здесь провал, здесь провал. Вот в таком хвате, как бы, еще более-менее можно мириться. И то хочется перенести, взять его вот в такой поварской хват. Хочется перенести вот в пальцевую выемку, как можно дальше от этого утолщения пальц. Меня бы больше устроило, если бы здесь, ну, вот так вот была. Вот такая вот нейтральная рукоять. Именно, кстати, по этой причине я не люблю большинство кухонных ножей. Которые сделаны примерно по такому же принципу. В общем, господа, ножеманы. Все бы хорошо, если бы не одно но. Поэтому в случае с этим ножом, я бы вообще порекомендовал, прежде чем его покупать, подержать в руках. Ну, а вообще, если вам нравятся ножи вот такого вот, восточного Абриса, вообще во. Вот это вообще годничок. Вот про него я расскажу в одном из следующих обзоров. А на этом с этим, с этой новиночкой от Каменных Рыб. Все, оставайтесь на канале. Всем, как обычно, удачи. Всем пока. До новых встреч.